это кристина сказала что только между нами обещаю что все это больше это он мой тоже брат и моя сестренка правильно она мне говорит что я выбираю гамзат из-за того что гамзат сказал что если лена уйдет не короче там я думаю что она ему будет давать шансы побольше она говорит это я сама дом случае как она там социальник у нее нормально не скажешь что может относиться глава секс просто похоже если человек у меня нужен только этот ему сразу досвиду я в нем разочаровалась после того как я услышала что я ему по барабану и блин я не собираюсь тратить ни свои эмоции никакие либо усилия потому что этот человек не стоит даже блин я не знаю упавшего волоска с моей головы я не приемлю такого рода отношения просто может неплохой парень тем не менее ты знаешь я поиграл он думал что я ему до моим такую залупу короче стренка ты все знаешь как все надо делать а а а Вчера я пришел в номер, и оказалось, что моя подушка намазана зубной пастой с двух сторон. Мое белье, где я должен спать, мое место, оно тоже измазано зубной пастой. Сегодня утром, со злости, человек выходит в ванну, все это, в котором он придумал, что я там что-то ему мазала, что-то я прятала, полная херня, выходит со злости, берет зубную пасту, начинает, хватает меня за волосы, начинает меня пускать за волосы и обманывать пастой. Это весело, реально, ***, вот люди, ***, реально. Ты ему ничего не сделала перед этим? Все его принадлежности, девочки, были на месте. И подушка зубной пастой была не намазана. Подушка, я не знаю, что было с подушкой, вчера я пришла и не левает. Ничего я не мазала бредом щеткой. А ты когда попробуй опять? Бля, это что-то, что-то придумывать всякую херню реальную. Вечером мы поругались. Я со злости взяла и вымазала его подушку пастой. И выбросила его бритву и зубную щетку. Хотя, ребята, мне это не сказала, пусть не знают. Диана, это самое жесткое существо, короче, поэтому... Я пытался минимум находиться просто в комнате. Минимум. Я не мог. А он такой, пожелаете с ней увидеть? Пожелаете увидеть? Говорит. Я сегодня в осне Тайсона видел, кремлюсь матери. Да ладно. Аллаху, ну... Это, я говорю, жестких весны я вижу в последнее время. Короче, пошли какое-то туда, в подземное место. Обнялись под столбом туда-сюда. Салам алейкум. Он намаз начал читать. Мне говорит, давай ты тоже. Я говорю, я не умею. Он охуяк, короче, он так. Лену, смотри, такие сны я вижу вообще. Я считаю, что там самая нормальная, адекватная парень. Не в первую очередь. Не очень важно. Нет, он неплохой парень, но, блин, ему только это и надо. Ланя, я тебе это говорила, и он постоянно где-то домогается. Нет, он не домогается. Ты не молчи, ты скажи, почему он тебе домогается, или что он делает такого, что ты думаешь, что ему нужен только секс? Да ничего, блин, не хочу реально. Мне хочется вот этого всего абстрагировать, потому что вот это дерьмо лично меня больше не стало. Просто общаемся, он же тоже с нами, нам интересно, вот почему он к нему относится, потому что мы же не знаем, он, предположим, ко мне не домогается. Ну, блин, каждый проходит... Если бы он хотел тракцию, мне кажется, любую не надо видеть. Ну, по идее... А что, любая из вас будет вдала? Да нет, он просто даже от него... Никаких импульсов нет. Вот это Демид, вот, кстати, от Демид, да, ходит там... Э-э-э-э-э... А Архан? Ой, Архан, Гамзат? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это не должно быть противный шаг для меня, я так сказала. Должно пройти очень много времени. Достаточно времени, это раз. Но поцелуи – это тоже интимность. Лизаться до такой степени в десна до убийцы – это тоже интимность. Ты это позволяешь, допустим, а чтобы человек до тебя прикоснулся, что много времени прошло. По твоим разговорам мы очень много раз слышали, что у тебя там были французы, итальяшки, канадцы, все-все-все. Сколько ты с ними встречалась, сколько проходило времени, если тебе так, у нее уж не так много лет, но как, что ты с ними со всеми спала. С астралийцем я не спала. Это я тебе сразу скажу, потому что я с ним общалась всего неделю. Неделю, и после этого он, и не надо так улыбаться, я не ты. А что не я-то? А что не я-то? Ну ничего. Ты думаешь, я не со всеми сплю? У них любовь, а у вас ничего, ну и все. Нам завтра ты любишь? Я? Конечно, не любишь. Но только речь-то об этом разная, поэтому выезжай. Мы занимаемся, это нормально. Ну вот. Ну а зачем ее тыкать, если у них вообще другая абсолютно ситуация? Не такая никак, не у одной у нас здесь. Просто ты нам на протяжении уже там двух недель говорила, сколько у тебя было мужиков. Значит, все твои слова, которые ты говоришь нам, нужно разделить на пять. Так? Мне кажется, с тобой только так общаться. А ты вообще с тобой не общаешься? Тебе так это интересно? Да мне вообще все равно, правда. Все равно. Просто ты начинаешь здесь врать. Я считаю, что продолжать лаяться, далее абсолютно бессмысленно. Лаешься, может быть, ты. Я как бы вполне нормально разговариваю. Нет, ты... У нас утренний разговор. Так вот я не хочу, чтобы мне кто-то портил мое утро. Разговоры. Учись разговаривать по-другому, потому что она не учится. Да я сама разберусь, учиться мне не учиться. Я так разговариваю здесь, если буду разговаривать. Ну не разговаривай, сиди на попе ровно и все. И не разговаривай, не обращай на меня внимание. Ну а кто же здесь колпасы тогда, если ты не умеешь разговаривать, тихо. Ох, ну и страсти у нас тут. Что это? Ну просто вообще... День начался хорошо. Я не понимаю Лену вообще. Она не выделяется своим мнением. И даже этого мнения у нее нет. Она аргументировать не может свои действия, свои поступки. И вообще свои мысли выразить так, как хотим мы услышать, допустим, мы. И мы не понимаем, что она говорит. Лена тоже сильно доложала. Она сама нам рассказывала, что они там иностранцы были. Что она со всеми... Что французы, канадцы. Про секс. Я ей спрошу. Лена, сколько тебе с ними потребовалось времени, чтобы заняться сексом? Ой, если я не занимаюсь другими, то эти... Ну, не так далее. А Гамзат ей просто так. Так что Гамзат скажи. Пускай ушли от ее, кто подальше. Что ты делаешь? А смотри, а как бы ты отрегулировал то, что спустя какое-то время, допустим, ты узнаешь такие факты, которые там, допустим, были две недели назад? П***ь. Сделай, выводим, просто. Ну, если, допустим, ты узнаешь, что это... Две недели назад, когда я пришла на проекте, сначала поцеловалась с другим, тебе бы это не сказала, потому что ты не знала, но это всплыло. С кем? С кем? Ну, с любым парнем здесь. Ну, я не знаю, кого тебе назвать. Димит. Я бы обиделся, естественно. Не, я не обиделся, мне было бы просто неприятно. Представил бы, конечно, на тебя. Значит, я сегодня могу поцеловаться с кем-нибудь. Нет, можно, это дойдется на наши отношения все равно. Хорошо. Потразиться. Сегодня одна из вас покинет мою виллу навсегда. И мне не хочется, чтобы меня на глазах у многих-многих-многих телезрителей протонул какой-то, блин, вообще непонятный стриптизер. Согнать! Это Джоннифтар. Может, Димитс туда? Да, это было. Так. Элья. 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 Ромка, смотри, чтобы он тебя не задел только. Вот так? Да он не перелетит. Да он не перелетит. Че, плоды мой, че, порвал. Че, не вылезай. Вот, все, 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 все. Все, 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 все. Точно не могу сказать, почему, просто я бы так хотел, чтобы ушла Диана. Ну, Диана за неделю ни разу с одним молодым человеком там даже не пообщалась, все ее игнорируют. Мне кажется, что уйдет Кристина или Лена. Есть реально люди, которые здесь не должны быть. Это Диана, не знаю, может быть, Лена тоже. Я ни капельки не расстроюсь, если Лена уйдет. Может, Лена уедет, может, и Диана, конечно, уехать. Но вообще все девочки могут уехать. И я, в том числе, могу уехать сегодня. Все куда-то разошлись. А во сколько будет выбор? Выбор? Вечером, ночью. Прям после ужина, а вообще ночью? Да. Здорово. Я сюда приехала, потому что хочется мне сменить обстановку. Мне очень интересно нахождение на этом проекте. И хотелось бы остаться до конца, потому что такой долгий перелет сюда, ожидания. И если я уйду на этом женском голосовании, я просто себе этого не прощу. Ну что, Лена, ты уже, ты придумала уже речь свою последнюю. Мне по х***ам вообще, что я буду говорить в последний момент. Лена скажет так. Пожалуйста, оставайся ты. Вы все. Гонишь, что ли? Я не хочу. Говно. Говно. Прощайте, я ухожу от вас. Лен, а гамзат что говорит? Ты разговаривала с ним потом? Я с ним не разговариваю. М***, если я уйду, а у меня б***, что вы на это что думаете. Поэтому у нас не вовсе. Взаимная б***ня. Мне кажется, если я буду ходить, я буду вот так вот. Я ухожу на здравоохранение. Что я могу сказать точно? Я не вернусь к вам никогда. Я не вернусь к вам никогда. Я говорю, что я ему не дала. Эти пальмы и береза. Пальмы и березы, пока, прощай. Я ухожу от вас. А ты, Критинка, что скажешь? Все говно! Я не знаю, что я скажу. У меня мысли придет, когда уже будет голосование. Я когда речь не готовлю. Вот все на самом деле, самое прикольное приходит в последний момент. Тем более то, что ты подготовишься. У меня сами мысли башки крутятся, и я такие четкие, такие фразы запоминаю, а потом я вовремя их вворачиваю. Ну вот что, что? Вот, блин, литературным талантом бог меня не обидит. Ну, я не скажу так, чтобы не только все, но и я. Я хочу отсюда уйти. Лично для меня здесь нет ни одного достойного парня, за которого стоило бы бороться. Это точно не гамзат. Это я в нем разочаровалась после того, как я услышала, что он хочет выбрать Кристину, поскольку, цитирую, у нее нормальная сосалка, и он думает, что она будет намного более сговорчивей в этом вопросе. Поэтому удачи ему. Кое-какую информацию получила, меня, короче, именно гамзат вообще бесит. Его бесит тот факт, что я ему не даю. Из-за этого он не хочет со мной продолжать этих отношений. Ты, Лен, понимаешь, в чем дело? Ты хочешь, чтобы шла к Кристину? Я хочу уйти сама! Лена мне изначально нравилась, но потом я понял, что она очень какая-то негативная, что ли, и оттолкнула меня. То ли у Лены какие-то комплексы, то ли, может, какая-то психологическая травма с детства, что ее там все пытаются развести от нее, только одного требует. Ну, как бы я и без этого с ней хорошо общаюсь, нам есть о чем поговорить. Мне кажется, она сама не знает, чего она хочет. Ты, Мишонок, какой-либо правды фальшивка. Лично у меня такая политика, что если что-то, блин, получится, то на проекте трахаться не обязательно на камеру. Я очень надеюсь, что с ней я больше ночевать не буду. А Камзата я не выберу из принципа. Ты узнала какую-то страшную тайну о всех? Ну, для меня было. Ну, нет, даже не шок, просто неприятно, потому что я этого не ожидала. Вернее, я это знала, но все говорили совершенно обратное, что это я что-то там не понимаю. Про профессию? М? Про профессию? Нет, про профессию я знаю. Просто про отношение его к тебе, да? Я всегда говорила, что мне казалось, что Камзата относится к, к сожалению, искренне. Вот. Вот. Я сама начала знала, что это не так. Смотри, смотри, единственное, из-за чего, вот что его убешивает, то, что ее потом, вот у нее вот это вот, вот какие, вот ее кляны, и его это пугает. А сейчас выясняется о том, что Камзат к ней изначально никак не относился. Ну, это же не может быть точно, ну, как бы правдой. Все ребята говорят, что он ко мне хорошо относится, там, бла-бла-бла-бла-бла, что я ему нравлюсь, но я ничего этого не вижу. Ко мне, вот с моей точки зрения, он относится ко мне, как к мясу. Так вот, я не мясо. И я никогда в жизни не позволю, чтобы со мной человек таким образом обращался. Я его сделаю так, чтобы Лена ушла сегодня. То, что я ее разговаривала с гамзой, а? Я его сделаю так, чтобы Лена ушла. Да. Просто, ну, она постоянно хочет уйти. А что делать-то? Никто не хочет, но лучше уходить. А почему ты хочешь, чтобы Лена ушла? Ну, потому что она хочет уйти. Лена хочет уйти сама. Поэтому, если она единственная хочет уйти из всех, а все хотят остаться, почему надо кого-то гнать? Хотите помочь Лене уехать домой, да? Ну, да. А что делать-то? Просто это так адекватно, что зачем думать, кого-то угонять? Ань, пойдем? Ага, ты что, не взяла с собой? Я просто плач взяла, у меня там врача с крезинкой болит. Девчонки у нас, это Настя и Аня, они поехали получать свой приз за прошлую вечеринку, они поехали на шопинг. Как вы думаете, девочки в магазин поехали или на рынок? Конечно же, на рынок. Как по-другому. Они, я думала, что они на какой-нибудь рынок... Да мне кажется, в магаз просто. Они мне казались. Тамбреро, магнитиков на холодильник. Ну, может быть, какой-нибудь там, знаешь, что они еще могут купить там? Блин! Да где вы могут купить? А Гамзат сегодня с утра вообще не выходил? Почему? Он выходил пожрать. И все, и ушел домой, и ушел в... Бей. Ох, я не знаю, у нее все пояснили. Вообще-то будет лучше целиться к тебе. О! Что? Человек просто спит и жрет. Как у него попа, кстати, я не заценила. Но он всегда успевает напрочь. А, блин, это вообще не уезжает. Что ж, как? Они снимают майку и не так и так. У него... Не, реально вот как. Ну, нормально? Нормально. Степно? Нет, слушай, а если еще залезать и с ремнем, то можно как платье носить. Наверное, все картинка потеряется. Как спросить, нормально? Не знаю. Эй, хоу. Так, нормально? Нормально? Да? Секси. Секси? Секси? Ну, мне кажется, секси, а мне секси. Так, я вот это возьму. Шопинг мне сегодня очень безумно понравился. Правда, жалко, что так было мало времени, потому что я привыкла ходить по магазинам как минимум часов 5-6. Такие малыш. Они разговаривают? Ой, напоклился. Привет. Ой, девочки, ты еще целуешься. А, такая, ты чё? Привет. Ну, поцелуй ты ее. Ой, да. Привет. По-моему, он не до нас очень. Да, пойдем. Пускай забавляется. И ругаешь. У них разборки. И невозможного здесь нет. Душа наполнена стремлением. Летят все эти дни, пускай летят недели. Ты бы рознь бы закрыл, и пошел бы, нашел своего Джонни, засунулся в задницу и уехал обратно в сердце. И не стесняйся никогда своих слез. Добро пожаловать на церемонию выбора пар. Да, достал уже. Да, блин, дебильный вопрос. Сейчас я оторву одно место, чтобы не хотелось. Атака, атака, атака. Бицепс-трицепс свои напряг, чтобы я, типа, засмущалась. Пикапис. Слушай, и где ты, если ты в партике, даже ни разу не в своей курсе не продемонстрировал. Ты мне можешь показать, как ты это делаешь в реальности? Не воплотил. Сколько раз мне подали пикаперы, я просто ржала и говорила, что ты... Смотри, я девушка, которая просто сидит, Саня сидит. Так, девушка, когда ты знаешь, когда девушка, на тебя это, это другое. Саня сидит такая, даже ничего не поздревает. Ну и ты же. Зовут ее Фэм. Секси. А-а-а, нет! Только ничего не было. Вот видишь, так сразу трогаю. Димит в последнее время меня только позитивные эмоции вызывают, правда. Хотела бы я, может быть, даже с ним поиграть, так скажем, дальше. Я думала, что он жук такой. Ну, конечно, жук, но он такой добрый жук, старый добрый жук, как в Золушке. Ну, прикольный, хороший парень. Мы смеемся постоянно. А смысл пикапа только чтобы это? Да нет, конечно, нет. Да вы не понимаете. А флингом да никогда не занимался? Что это? Флинг? Это когда трахаешься просто так, самый крутой флинг, это когда люди трахнулись, даже не узнав имен друг друга. У нас это называется фаст. Самый быстрый секс у меня был через 8 минут после знакомства. Первый мой парень ждал секса 80. Хочу любить, люблю, и по-другому не умею. Уметь я по-другому не хочу. Моя незыблемая мечта, лишь только ты, лишь только я, богатое воображение. И невозможного здесь нет, душа наполнена стремлением. Летят все эти дни, пускай летят недели. Я верю в чудеса, глазам я верю, верю в свои феи. Вечеринка! Ничего нету, Ара. А что это? Это все? Нет, здесь еще... Песело, считай. Это они издеваются? Я решил отдать повару выходной. Сегодня мальчики будут готовить для девочек. Все необходимое ждет вас в бассейне. Мясо, 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 у Васей, надеюсь, что-нибудь съедобное. Мясо хоть кого-то пожарим. Пойдем. Пойдемте, дам-ням делать. А вы руки помыли, а? А там от огня все это, все микробы сдохнут. Это... А на руках у них. Еще неизвестно, что они им не хватали. Точнее, чесали всю ночь. Парни, чтобы нам проще готовилось. О, билет. Это крутняк. Да, открывай. Открывай. Так, короче, я сейчас немного поплачу. Брат, ты что там делаешь? Молоток ищу. Зачем? А там, блин, не свинина, я надеюсь? Там не свинина, курица, говяжина. Говяжина? Вообще не готовил, просто помогал. Отвозил мясо наверх, там, котовое, там уже, ну, молоток. То есть реально готовить я не умею просто. У нас готовят только женщины, как бы для мужчин. Какие клевые парни у нас. Какие ингредиенты-то у вас. Все, иди отсюда. Да не, 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 ну я просто посмотрю. Я не буду ничего говорить. Кушайте, я вы сами отлично приготовлю. Говядина, курица и свинина. Все, иди. А перец же тоже бывает вкусно на гриве. Все, иди отсюда. Как-то все быстренько начали расхватывать мясо, и мне не оставалось ничего, кроме как, там, открыть пиво и покупаться в бассейне. Не, я, кстати, что-то там сделал. Принес, по-моему, подносы, и все. Ну, хоть как-то косвенно поучаствовал. Ребята, кто сувенину делал? Я. Сухая какая-то. А говядина обалденная, просто. Сухая сувенина? Она раньше всех приготовилась, мы с Демидой вместе ели. Жесткая. Жесткая? Нужно всего чуть-чуть, да? Там просто разные куски есть. Уберите, которые более такие длинные. А, они повкуснее. Баранина воняет. Да нет здесь баранина. Я здесь баранина, откуда ты взяла? А, говядина. Готовить мальчики вообще не умеют. Но хуже всего была говядина Ромы. Она воняла. Я не знаю, ввиду, наверное, того, что он ее месил, не помыв руки. Блин, Диана, у тебя когда-нибудь бывает все так? Оно как-то воняет немного. Да, я трахнусь. Ты бы Росик твой закрыл немного, Демид. И пошел бы, нашел своего Джонни, засунул себе в задницу и уехал обратно себе в Питер. Было бы отлично. Давайте за столом. Да, ребят, давайте. Не будем. Демид, первый начал. Блин, ну такое у меня ощущение иногда складывается. Это просто жесть. Мы общаемся, вот только натрахаться, потрахаться, засунуть свой Джонни. Ну это просто пипец. О, я встал с Андрея. Я не говорил. О, нет. Вот у Ани майка мне очень-очень нравится. Очень, мне тоже очень нравится. Я тебе майку не скурила? Нет, просто я не скурила. Да? Да. А, смотри, сейчас я могу сразу сказать. Круто. Ну это самый большой размер. О, это да, это пацаны. Там это не на глаз. Нигитерская. У вас одинаковые. Как же я про тебя забуду. У меня находятся отношения в стадии развития. И сейчас, как это называется, букетно-конфетный период. Я сейчас нахожусь в состоянии невесомости. Я влюблен. О, прикольно. Какой длинный хобот у твоей футболки. О, у меня еще слон есть. Слоны, кстати, черные. На счастье. Да мы всякие безеложки набрали скользко. Нормально, кстати. Смотрите, я щечу. О, это пончо. Нет, пончо, они слишком тяжелые. Послушай, что я написал. Ну? Когда хочу любить, только тогда люблю. Ведь по-другому не умею. Уметь я по-другому не хочу. Спасибо тебе, фея. Мое богатое ты воображение. Невозможного здесь просто нет. Если душа наполнена стремлением. Летят все эти дни. Пускай летят недели. Я верю в чудеса. Твоим глазам я верю. Я верю. Верю до конца. Я верен в свои феи. Красиво. Если я каждый день буду пользоваться аксом, все девчонки будут моими. Очень вкусный. Понюхай. Ну да. Гамзат сказал что? Ему п***. П***. Ну я не могу ей это сказать. Говори так, как есть. Прямо вот так вот? Так и говори. Первая выбирает Лена. Я на самом деле хочу уйти только из-за того, что, п***ь, я услышала о себе. И, блин, из-за того, что он сказал, типа, мне п***у, если она уйдет. Ну, блин, по-моему, это некрасиво. Это не по-мужски вообще. Меня вот это вот очень сильно высаживает. Так как бы меня это обижает. Можешь сказать? Давай. Ты мне-то что? Я вообще от тебя эту информацию слышала, поэтому хуже говори. Короче, давай это останется между нами. Об этом знает от меня Диана, она и ты сейчас узнаешь. Когда что-то, короче, гамзат, б***ь, разговаривал там с Арханом, вся х***а. Гамзат сказал что? Ему п***. П***, ну я не могу ей этого сказать, блин. Говори так, как есть. Прямо вот так вот? Так и говори. В общем, смотри. И типа, типа, я не буду против, если меня выберет Кристина. Ну, смысл в том, что тебя на секс будет развести легче, чем меня. И, короче, вот эту тему про губы, я б***ь, мне просто стыдно это говорить. Опять типа, социальник сидела. А, ну это, короче, кажется, это просто от Архана все. Это вся грязь идет. Сам бы гамзат бы не стал бы добрым. Вот мне вот это самое интересное. Я просто выберу гамзата, потому что, ну, он тихий. Ну да. Я его шугну на пол, и все, и буду спать спокойно. Чего ты? На пол его шугну. Пусть даже не зима. Она не такая тихоня, какая она мне показалась первоначально. Нет, я тихоня, но я на своем уме. Ну, я как-то говорю, как есть. Да, блин. Ой, я очень люблю за тобой наблюдать. Ты всех заводишь, ты создаешь настроение. И мне сегодня, на, она хочет уйти домой. Я думаю, кто-кто, но Ленок, боец. Что случилось, скажи мне? Тяжело очень. Меня очень обидело отношение гамзата ко мне. Ну, вот просто, вот до глубины души. Тут дело в моем самолюбии. Я считаю, что я во многих отношениях лучше, чем... Это гордыня. Ну, может быть, я страдаю, у меня очень много недостатков. Просто мне не хочется, чтобы меня на глазах у многих-многих-многих телезрителей только из-за моей недоступности бортанул какой-то, блин, вообще непонятный стриптизер. Это из-за моего достоинства. Ну и что? Перестань. Все увидят, какая ты. Все увидят твои глаза, твои мысли. Как ты себя ведешь и какая ты искренняя. А не то, что тебя кто-то бортанул или кто-то поступил, стоять так, как бы тебе не хотелось и как ты боишься. Просто для меня всегда проще уйти самой, чем подождать, пока мне дадут пинка. Никто тебе не даст пинка. Я тебе говорю, что завтра все будет по-другому. Завтра придет новый парень и я уверяю, что ты найдешь в нем массу интересного. Я хочу, чтобы ты здесь осталась. Пожалуйста. Ты бьешь по-больному просто. И не стесняйся никогда своих слез. Я тоже очень... А я постоянно плачу. Я тоже плачу. Спасибо тебе. Добрый вечер. Добро пожаловать на церемонию выбора пар. Вы стоите так, как вы жили последнюю неделю. Я надеюсь, что за это время вы чему-то научились друг у друга и сделали какие-то выводы. Сегодня одна из девушек покинет наш проект. Девчонки, встаньте, пожалуйста, слева. Ну что, начнем? Первая выбирает Лена. Лена выбирает... Архана. Архана. Почему? Потому что это мой брат. По разуму. Давно? Часто. Короче, сестренка, ты все знаешь, как все надо делать. А то, что брат называл свою сестру не самым лучшим именем? Конкретно меня он не называл. Следующая выбирает Женя. Ромка. Почему Ромка? Ну, он добрый парень, я ему нравлюсь, я знаю. Следующая выбирай Таня. Анечка, почему ты выбрала Демида? Он не такой, как был раньше, добрый, оказывается, очень хороший. Ты хочешь попробовать? Хорошо. Три мальчика у нас заняты, но это не значит, что их нельзя выбирать. Следующая выбирает Настя. Ну, как всем известная, я единственная. Знают все о том, что я влюблен. Неважно, выключен, включен мой микрофон. Среди крысиных ус мой ангел, ты козырный туз. Давай, иди ко мне под парус. Я надеюсь, что не относишься к нему, как к брату. Нет. Нет. Нет, я к нему отношусь, как к самому близкому, любимому у меня человеку здесь. Помимо, кроме него, у меня здесь больше никого нет. За такой короткий срок ты в этом уверена? на все сто процентов, на миллион процентов. Она же фея. Эта Кристина сказала, что, ну, только между нами, если ты обещаешь, что все, допустим, это он мой тоже брат, ты моя сестренка, правильно? Она мне говорит, что я выбираю Гамзата из-за того, что Гамзат сказал, что, если Лена уйдет, мне, короче. Гамзат думает, что она ему будет давать. Он реально давать? Шансы, говорит, побольше. Она говорит, это, это самое, в любом случае, как-то она там, сосальник у нее нормальный. Это он сказал. Слушай, а вот по нему не скажешь, что он может вот так относиться. Ему главное секс, просто походу. Если человеку от меня нужен только этот, ему сразу досвидуешься. Я в нем разочаровалась после того, как я услышала, что я ему по барабану и, блин, я не собираюсь тратить ни свои эмоции, ни какие-либо усилия, потому что, ну, этот человек не стоит... Диан, ну, это, наверное, один из последних шансов твоих на шоу. последний шанс скорее. Поэтому мне очень хочется, чтобы всю следующую неделю ты подумала о том, что ты здесь делаешь, как ты это делаешь. И, может быть, ты поймешь, почему ребята к тебе так относятся. Прежде чем ты выберешь, я хочу тебя предупредить. Ты не просто выбираешь парня, ты таким образом решаешь, какая девушка сегодня уйдет. Да, я знаю. Это, конечно, очень сложно. Кто-то хотел уйти сам, кто-то не хотел уйти, кто-то хочет остаться здесь, кому-то уже надоело. Но я все-таки буду руководствоваться своей головой. Ты будешь выбирать парня сейчас или будешь выгонять девушку? Я буду выгонять девушку. Ты хочешь, чтобы ушла Кристина? Да. Почему? Потому что я считаю, что она очень мало общалась с ребятами, и я ее так и не узнала. Я думаю, что никто из ребят ее особо не узнал как человека. сейчас она все-таки здесь лишний элемент. Элемент? Да. Для человека, а не элемент. Ну, человек. Ну, что ж, Кристина. Нет, соседа. Так очевиден был выбор, потому что с девочками она гораздо больше знакома, чем со мной. Ну, не знаю, я чувствовала, когда я стояла. ты жалеешь? Маленький, а не плачь. На самом деле, вот правда, мы с ней долго общались, очень хорошая девочка. Кристиночка, не плачь. Прости нас, пожалуйста, мы на самом деле не такие злые, и мы очень хорошо относимся к людям, по-человечески. Прости, пожалуйста. Ладно? Спасибо большое за ваш выбор, за этот вечер. Посмотрите друг на друга повнимательней. В этих парах вы проживете всю следующую неделю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я сказала, что только между нами, если ты обещаешь, что все, допустим, это он мой тоже брат, ты моя сестренка, правильно? Она мне говорит, что я выбираю Гамзата из-за того, что Гамзата сказал, что если Лена уйдет, мне ***, короче. Гамзат думает, что она ему будет давать. Он реально к нам? Шансы побольше. Она говорит, это самое. В любом случае, как она там, сосальник у нее нормальный. Это он сказал. Слушай, по нему не скажешь, что он может вот так относиться. Ему главное секс просто, похоже. Если человеку от меня нужен только этот, ему сразу досвидуешься. Я в нем разочаровалась после того, как я услышала, что я ему по барабану. И, блин, я не собираюсь тратить ни свои эмоции, ни какие-либо усилия, потому что... Эта Кристина сказала, что... Ну, только между нами, если ты ***, обещаешь, что все это больше... Это он мой тоже брат, ты моя сестренка, правильно? Она мне говорит, что я подбираю Гамзата из-за того, что Гамзат сказал, что если Лена уйдет, мне ***, короче. Гамзат думает, что она ему будет давать. Он реально подбираю Гамзат? Шансы, говорит, побольше там. Она говорит, это... Гляд, самое... В любом случае, как-то она там... Сосайник у нее нормальный. Это он сказал. Слушай, а вот по нему не скажешь, что он может вот так относиться. Ему главное секс, просто, походу. Если человеку от меня нужен только этот, ему сразу досвидуешься. Я в нем разочаровалась после того, как я услышала, что я ему по барабану и, блин, я не собираюсь тратить ни свои эмоции, ни какие-либо усилия, потому что, ну, этот человек не стоит даже... На зубной пасте с двух сторон мое белье, да, где я должен спать, мое место, оно тоже измазано зубной пастой. Сегодня утром с отвостик, человек выходит в ван. Почему? Причем очень как-то резко. Она начала вот так вот. Причем я... Он нормально вращается? Да, в том-то и дело, что он как бы нормально вообще общались, а потом все, у меня здесь все заеб... там что-то, что-то... А, все понятно, почему. Она такая, вот это Кристина, я говорю, что ты за глаза вот говоришь, что-то, что-то, подойди к ней и скажи. Ты мне можешь сказать, у тебя реально были вот какая-то реально конкретная симпатия к Лени или нет? Батюшка! С самого начала не было никакой? Ну, я ничего не говорил, что она мне там нравится, что-то любовь к Марковичу есть. Нет, но со стороны ты видела, то есть я видела, мне казалось так. Значит, это все фигня. Что именно? То, что я к ней что-то чувствовал? Я говорю, что вот вы с ней общались, например, ближе всех. С самого начала я вообще ничего. Она тебе даже не нравилась, значит. Вообще повыроление? Ну, разве что, вид сзади. Вообще? Да. Блин, я так ошибалась, значит. В чем ошибалась-то? Ты думал, у нас любовь?